Так, 9 марта, утро. Мы будем уезжать сейчас. Уже завтракаем. Кстати, тортик. Вот этот чешский, очень вкусный. Забыла показать вам такую интересную лампу. Сейчас уезжаем. Вспомнила, она в коридоре стоит. Необычная очень. Орлом. Да? Это орел или это ястреб? Что такое глистик? Сокол. Сокол так выглядит? Алиска так выглядит сокол. Ну, может быть. Не могу разобраться. Мне кажется, может, все-таки орел? Нет? А мне кажется, что все-таки сокол. Сокол. Ну, мы погуглим, потом узнаем. Все, говори всем до свидания. До свидания. Так, Бенна домой. Бенна дома. Давайте. Спасибо вам огромное. За приют. Благодарила тоже. Спасибо большое. Проходим мы двором. Видела много раз. Решила все-таки для вас заснять эту красоту. Гляньте. Сейчас вот идет пасхальный период. И Лена говорит, она вот это дерево, вот эти яички всегда развешивала. Но сейчас. Сейчас не до этого. Вот сейчас все в плохих мыслях, как и мы. И снег лежит, представляете, до сих пор здесь на этих камнях. Видно, эти камни как-то сохраняют. Ну, то как это тень. Целый день северная. Да, да. Снег лежит несколько дней именно на самих камушках. Больше нигде нет. Мы здесь часто встречаем слово «позор». Мы не знаем, что оно значит, но явно не то, что думаем мы. Либо он значит «внимание», потому что часто пишут «позор». А «школа» вот написано, видите, прямо на асфальте. Большими буквами «школа». В общем, интересно здесь так. Уютно, скажем так. В Чехии было бы, наверное, жить неплохо. Но мы пока отправляемся вперед, так, как и планировали. Мы едем в Германию. Да? А потом куда? В Испанию. Через 400 метров? Да. Нет, после Германии будет Франция. А потом уже Испания. Лисюшка вчера говорит Лене. Знаешь, говорит, почему мы уехали с Украины? Ты слышала этот диалог? Да. И все полностью рассказала, потому что мы сидели в подвале и так далее. Не хочу сейчас при ней уже пересказывать, опять ее мысли в эту сторону поворачивать. Ну, в общем, такой диалог завернула и сказала. Мы немного поживем, говорит, в Испании. Как только, говорит, закончится война, мы поедем назад в Украину. Вот так она рассказала. Ну что, друзья наши хорошие, выдвинулись мы. У нас 270 километров до Нюнберга. Это уже Германия. В Германию мы сегодня точно попадем. Может, даже частично проедем Францию. Очень было бы хотелось во Франции в Париж попасть. Хоть мельком увидеть эту Эфелеву башню. Никогда не думала, что я в своей жизни вообще когда-либо попаду в Париж. Поскольку я человек, не любящий путешествовать, а домоседка. Но, наверное, мы туда все-таки не заедем, потому что Костя говорит, нам надо побыстрее бы добраться уже, чтобы где-то остановиться какую-то уже, получить жилище свое. А потом, говорит, хочешь, как-нибудь съездим. Так что, движемся дальше. Так красиво. Я все смотрю на эти горы. Сходить бы туда. Вон там внизу поселочек какой-то. И поля всякие. Бескрайние поля. Ух ты, что это за? Олень. Косуля какая-то. Вообще в виде орла. В виде орла, да, но нарисована косуля. А по таким мы сейчас едем к красивым местам. Честно говоря, путешествовать не так страшно, как мне казалось раньше. О, здесь прям дневной свет в тоннеле. Я сейчас съеду, смотрю свою трансляцию на Ютубе. Опять сегодня мало спала ночью ради того, чтобы видео выложить. И параллельно, когда вижу что-то красивое, проезжаем, стараюсь заснять. У нас такое ощущение, что мы едем в лето. Мы выезжали из Чехии, было минус три, сейчас показывает плюс девять. Мы уже все пораздевались, куртки сняли. Алиска только никак не соглашается куртку снять. Дочь, снимай куртку, тебе жарко будет. Смотри, как тепленько, солнышко светит. А Костю говорит, летняя резина осталась в Черкасах. Мы же на зимний едем. Надо было, конечно, ее поменять перед тем, как уезжать. Но тоже об этом думал. Мы столько оставили вообще всяких очень важных и нужных вещей дома в Черкасах. Мы же не думали, что... Не, вообще-то мы думали, что, скорее всего, придется долго здесь жить. Ну, где-то до полугода мы думали, что все может затянуться. Но очень надеялись, что закончится все-таки быстро. Потому что столько прогнозов в интернете пишут, что все в марте уже в этом все уже и закончится, что все будет хорошо. Но прогнозы прогнозами, кто может знать на самом деле, наверняка то, что будет наперед, никто не может. Проезжаем какой-то огромный ветряк в Германии. Кстати, нас остановила полиция. Сфотографировала все наши загранпаспорта, документы. Сказали, это просто информация для их правительства, так надо. Я так думаю, что они всех останавливают с украинскими номерами, ну и другими номерами, не германскими. Девочки где-то сзади нас едут сейчас, наверное, их тоже остановят. Мы завели уже сразу маршрут до Барселоны, нам показывает 14 часов 38 минут. Это примерно полторы тысячи километров. В принципе, ну, можно до самой-самой ночи ехать, потом где-нибудь остановиться в каком-то отеле, или уже завтра мы будем в Барсегоне. Вот. Так, больше ничего интересного не происходит. Весь день планируем быть в дороге. А сейчас проезжаем этих ветряков вообще очень-очень много. Здесь таким образом добывается электроэнергия. Ребенок дорогу как-то вот так переносит сегодня. Весь день. Ее, видимо, укачивает, она отключается просто. Чуть проснулась, перекусила, туалет сводили, и опять уснула. И вот так вот и едем. Еще 11 часов 20 минут нам до Испании. Мы вышли размять ноги. Засиделись, ужас. Алиска только проснулась. Я тоже задремала. Только первый раз задремала, и тут меня разбудили, что пора выходить на заправки. Что солнышко мне? Что? Мы тут с ней видим цветочки растут уже. Весна. Только у нас нет масок, они у девочек остались в машине. Подожди, папа маски купит. И мы зайдем. Да, кстати, вон можно Косте купить очки от солнца, потому что он всю дорогу жаловался, ему солнце слепило в глаза. Надо здесь и купить сейчас. Сейчас ему померяем. Что? Док-стоп. Док-стоп? Не знаю. И горячая линия какая-то. Док-стоп. Представляете, маски нам обошлись в полтора евро. Какие мишки. Уточки. Ух ты, какие уточки. Странные какие уточки. На заправке. Да, странные. Полтора евро одна маска. Ужас. Алиса попросила ей мороженое купить. Сказали на заправке надеть маску, короче. Вот это ж Костя купил, втридорого эти маски. А потом сказали, фокиндер, маску не надо. В общем, Алиса тут киндер назвали. Ну, это мы на... Мы в Германии сейчас находимся. Ребенок здесь киндер. Киндеренок. Туалет здесь находится на улице. Он тоже платный и стоит пол евро. Вообще так дорого, ужасно. И на заправке все дорого. Это мороженое несчастное. Два с чем-то евро. Вот это мороженое. Сейчас еще в туалет надо сходить. Пойдем. Настя, прикинь, пол евро стоит в туалет сходить. Мама, смотри. Лишь 50. Да, да, я видела. Девочкам сюда, мальчикам сюда. Да, пошли куда девочкам нарисован. Да. Так, германский туалет на заправке. Давайте посмотрим, за что здесь пол евро. Ничего особенного не вижу. Смотрите, здесь такая кнопка. Нажимаешь. Сейчас, где я тут надо нажать. Сообразить. Смотрите, что происходит. Выезжает такая штука. Поворачивается ободок унитаза. И эта штука моет ободок унитаза. Просто, чтобы ты после кого-то не садился на грязный. Прикольно. А чтобы спустить, просто нажимаешь вот здесь. Оно спускает и одновременно тоже промывает все равно ободок унитаза. А ребенок где? Ребенок? Ты здесь? Что, красивые таблички, да? Тут женский туалет, видишь, как обозначен. Прям с подсветками. Видите, справа синенький дом наш в Украине. А слева синенький, где мы сейчас находимся. Это ж капец, как мы далеко сейчас от своего дома. Вообще, смотрите, куда мы уже заехали. Уже практически во Францию. И после Франции уже будет Испания. Уже потемнело. Мы будем ехать до последнего, как можно больше. Потому что уже, конечно, надоело постоянно быть в дороге. Рейн? Все, мы въехали во Францию. Вот только-только пересекли, получается, границу. Я по картам увидела. И здесь река сразу тетет. Мы вдаль нее будем ехать. Мы подъехали к въезду на платной дороге. Вообще не поймем, что нам надо делать, куда ехать и как. Поехали! 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 Продолжение следует...